здравствуйте уважаемые телезрители мы продолжаем цикл программ разговор о медицине и сегодня у нас в гостях замечательный доктор жинов анатолий васильевич заведующий первым хирургическим отделением ульяновского областного онкологического диспансера сегодняшняя тема нашей передачи она очень такая злободневная и очень интересующая многих телезрителей я думаю потому что на самом деле мы будем говорить сегодня об онкологии а в целом мы будем говорить о раке желудка и тема наш придача так и называется рак желудка актуальность диагностика и лечение скажешь просто от василь вот вообще сама по себе вот эта патология она распространена довольно таки или все-таки это редко встречающие заболевания отношение рака желудка достаточно распространенная патология несмотря на то что прослеживается настоящий период времени тенденция к уменьшению как в россии так и в мире уменьшение данной патологии то среди онкологической патологии по распространенности заболеваемости рак желудка занимает четвертое место но нам важна не только заболеваемость но и смертность от этой патологии а вот смертность занимает структуре онкологическое заболевание второе место скажи пожалуйста вообще вот многие считают что вот онкология до рак желудка вообще она как-то передается по не передается по наследству если какие-то генетические факторы которые предрасполагают квазиктамин этого заболевания ваше мнение целом в общем понятие такое как это рак желудка но существует несколько типов рака желудка и в том числе есть генетически наследуемые формы они занимают структуре и рака желудка тоже свою часть но достаточно разнородная группа по степени своей дифференцировки по степени принадлежности опухоли к тому или другому типу от этого зависит и прогноз и лечение генетические факторы в предрасполагающим фактор они присутствуют вообще тогда раз мы коснулись этой темы если вообще какие-то заболевания которые все-таки они считаются ну так скажем может такое слово для телезрителей и она будет может быть не очень звучать но все-таки такие придраковые заболевания есть можно так обозвать вот какую-то категорию заболеваний именно так и в отношении рака желудка выделена целая категория пациентов которые рассматриваются как придраковые заболевания и у людей имеющие эти эти болезни они должны находиться под постоянным диспансерным наблюдением это хронический атрофический гастрит полипоз желудка язвенная болезнь желудка состояние после операции на желудке по поводу язвы были по поводу злокачественной опухоли именно если речь идет о резекции желудка в оставшейся части желудка особенно важно отслеживать резекции рованные желудки спустя 10 лет так как риск образование то качественной опухоли в оставшейся части желудка в эти сроки повышается кроме данных проявлений также к придраковом болезни это болезнь минетрии для телезрителей может быть это слишком такое тяжелое название а гиперпластический гиперпластический гипертрофический гастрит те же проявления то есть все изменения практически которые есть и встречаются в желудке они должны находиться под постоянным наблюдением диспансерном и в зависимости от степени риска возможность развития злокачественного процесса проведение обследования в определенные периоды времени данного пациента должно быть вы наверно со мной согласитесь что действительно вот именно на первичное звено именно на первичную медико-санитарную помощь возлагаются очень большие такие как бы надежды да а то о том что в том чтобы была ранее выявляемость именно за качество образования в том числе и рака желудка вы согласитесь она что именно диспансеризация профилактические медицинские осмотры они играют колоссальную роль да что вы можете по этому поводу сказать и по этому поводу единственно могу подчеркнуть что это колоссально важным первичное звено вообще стоит на страже и профилактических мероприятий и ранее диагностики и от того насколько срабатывает первичное звено зависит от дальнейшем и прогноз при этой грозной патологии абсолютно все пациенты первично обращается первичных терапевту сложности уже диагностики лечения зависит от того с какой стадии пациент поступает и если он поступает на первой стадии болезни это один прогноз конечно это первоочередная наверное можно сказать задача для первичного звена выявления влокачественных опухолей на ранней стадии при проявлении любой если медицинскими названиями назвать это желудочные диспансии жалобы которые перечислил должно быть дальнейшее обязательно обследование у пациента включая фиброгастроскопии рентгеноскопии желудка то есть если доктор рекомендует какие-то дополнительные обследования надо их пугаться не надо игнорировать да но не всегда выполнять рекомендации врачей правильно наши рекомендации до пациентов обычно возникает сомнение то что сейчас сделаю какое-нибудь исследование вдруг там еще что-то найдут это тоже какой-то есть пугающие некоторые просто не хотят это делать но за этим стоит возможность сохранить жизнь прогноз прогноз абсолютно прогнозы колоссально отличаются даже первая и вторая стадии имеет громаднейшее отличие если третья четвертая стадии это прогнозы гораздо хуже давайте еще раз телезрителям скажем что выявление на ранних стадиях да и это первая и вторая стадия в принципе вылечивались до таких пациентов практически стопроцентная я там давайте разграничим потому что первая и вторая стадия это разные категории пациентов при этой патологии при этой патологии и при первой стадии до практически гарантированно можем 90 95 процентов случаев при первой стадии болезни излечить болезнь не использовать только единственным методом это хирургическим методом добиться хороших результатов в излечении данной болезни со второй стадии категории а б с они разграничены не просто так они разграничены также в зависимости от прогноза выживаемости во второй стадии уже получаются поражение региональных лимфоузлов когда это бывает и тогда здесь уже прогностически не всегда получается достичь желаемого результата где-то процентов около 60 70 я хочу чтобы мы еще раз телезрителям все-таки повторили те заболевания вы еще раз их озвучили при которых все-таки вот нельзя игнорировать лечение которое назначает ну при любом заболевание не надо игнорировать да но здесь все-таки особенно человек должен относиться к своему здоровью бережно да и все таки те рекомендации то лечение которое врач назначает он должен выполнять и плюс еще и диагностироваться периодически там раз в полгода или там два раза в году обязательно должен выполнять какие-то такие диагностические процедуры. Я говорю старые названия, которые были приняты по клинической рекомендации, потому что в настоящее время принят термин гастропатия, но пациентам в большинстве случаев это ничего не говорит. То есть гастрит это очень внимательно хроническому атрофическому гастриту. Второе, полипа желудка, очень большое проявление злокочисления определенных видов, поэтому нужно обязательно проводить результаты фиброгастроскопии. Это второе заболевание. Третья болезнь, патология, это болезни оперированного желудка и наблюдение за пациентов, которым была проведена резекция желудка в промежутке времени после 10 лет. Болезнь менетрия, это гипертрофический гастрит. И еще один компонент, это язвенная болезнь. На ней я сделаю акцент, поскольку не всегда мы дело имеем именно с язвенной болезнью при первичной даже диагностике. Язвенная болезнь должна лечиться, и в настоящее время стратегия разработана, что это болезнь, которая хорошо поддается лекарственной терапией. Но игнорировать лечение это нельзя. А самое основное то, что лечение должно быть начато после морфологического подтверждения, что это язвенная болезнь. Потому что любой дефект в желудке, в слизистой желудке нужно расценивать первоначально как подозрение на злокачественную патологию. И назначать лечение только после опровержения этого диагноза. Как этот микроб вообще? Он на слуху уже многих, да? Хеликобактер, как он влияет тоже? В настоящее время хеликобактер пилори по рекомендации ВОЗ рассматривается как предраковый фактор в развитии злокачественной неоплазии, злокачественной опухоли в желудке. Фактор, который объясняется значимость данного инфекционного процесса и поражения. Поэтому те назначения, которые делаются при каком-либо поражении в желудке и подтверждение диагноза то, что данная инфекция является провоцирующим фактором по удалению, эрадикации, медицинский термин, эрадикационной терапии, должно присутствовать обязательно в лечении. Игнорировать это нельзя ни в коем случае. Хеликобактерная инфекция может протекать как просто в желудке, не вызывая никакие заболевания. Бывает, что это процесс патологический, но об этом свидетельствует уже по анализу крови, иммуноферментный анализ, который говорит о возможном поражении хеликобактерной инфекции. Давайте все-таки вот с позиции практикующего врача, да, значит, мы скажем все-таки, напомним телезрителям, какие это факторы риска, чего лучше избегать, чтобы на самом деле оставаться здоровым, вести полноценную жизнь и качественно вообще получать все радости, как говорится, от жизни, да? Общих таких терминологий нет, для каждой патологии выделены отдельные, но если говорить об отношении обобщенных таких факторов и в отношении рака желудка конкретно, то, как всегда, то, что поступает к нам извне, это питание, рацион питания, который должен быть разнообразным, который должен включать в себя клетчатку, это и профилактика патологии, которая развивается со стороны кишечника и со стороны желудка. Это неупотребление, не злоупотребление соленой, жирной, жареной, острой пищи, избавляет от воспалительных процессов, которые возникают в желудке и в связи с этим вызывают изменения и не совсем хорошее деление клеток, которые чаще всего организм сам себя излечивает, но это может быть пусковым фактором для развития опухолевой патологии. Потребление овощей и фруктов с высоким содержанием нитратов, нитритов. Это канцерогенные вещества, которые первое, с чем сталкиваются на длительном стоянии, это слизистая желудка, которая может провоцировать опять же развитие опухолевых процессов. Экологические факторы, давайте тогда еще про питание продолжим. Это крепкие алкогольные напитки, которые также могут провоцировать те же самые изменения как со стороны желудка, так и со стороны пищевода изменения. И немаловажный фактор стоит в курении. То есть эти факторы тоже объединенные в отношении нескольких патологий, в отношении опухоли пищевода, опухоли легких, опухоли кишечника. Все эти факторы влияют. Мы ограниченно можем повлиять на воздух, который мы дышим, воду, которую пьем. Но тем не менее все-таки можем каталировать. Это пребывание на свежем воздухе. Пребывание на свежем воздухе. Зона там, дыхать на дачах, на берегу реки. Режим труда и отдыха также значит это большое. То есть это стрессовые факторы, которые приводят к развитию также воспалительных процессов. Желудок, пищевод, кишечник крайне восприимчивы к изменениям эмоционального статуса, стрессовым факторам, которые вызывают изменения со стороны слизистых. А если сочетание нескольких факторов встречается, то это неблагоприятно отражается на делении клеток внутри желудка, кишечника, пищеводия. Васильевич, вот вы интересную тему сказали, когда говорили о питании в целом. Вообще же наш желудок, насколько я помню, там 400-500 миллилитров примерно вмещает объем. Может больше. Нет, он может растягиваться, но в целом он рассчитан, если нормально работает, функционирует, это 400-500 миллилитров. До каких пор он растягивается, понятно, 4-5 килограмм объем может растягиваться. Я хочу просто, чтобы еще раз телезрителям, тем, кто любит хорошо покушать плотно, чтобы все-таки они следили за тем, чтобы все-таки пища поступала пусть 5-6 раз, помаленьку, но почаще, правильно, и при соблюдении какой-то двигательной активности. Что вы можете об этом сказать? Абсолютно правы. В этом отношении то, что нельзя перегружать органы. Органы, которые работают в перегрузке, они сразу же надвигают на себя кучу проблем, то есть это повышенная какая-то деятельность их. Если есть как переработка, то, соответственно, могут происходить сбои, соответственно. И употребление 4-6 разовое питание оптимально. Это небольшими порциями объем пищи остается прежней. Но это не только на сам желудок, на кишечник влияет, это влияет на многие органы и системы путем включения эндокринной функции. Поступление пищи в организм это не только нагрузка на желудок большого количества, нагрузка на поджелудочное железо, нагрузка на систему кровообращения. А все в целом уже? Все в целом это влияет на это. Конечно, то есть здесь дробность питания, непереедание именно. Это отвечает за здоровый образ жизни, который отвечает и за сердечно-сосудистую систему, и за онкологические болезни, и вообще за целом состояние человека, его эмоционального фонда. Телезритель сделал для себя какой-то вывод соответствующий, что все-таки своевременное обращение к врачам, да? Всегда это дает какой-то вот... Своевременность обращения пациенты себя в некотором случае боятся этого диагноза и боятся выявления этой болезни. В связи с этим, наверное, может быть неохотность проведения каких-то обследований. В некоторых случаях отсутствие времени с учетом социально-экономической ситуации, которая есть, который там... Глава семейства, который должен работать, то есть зарабатывать, а он что-то прихватил, а да ладно, это потом и... Дальше все это... Да-да-да, вот сейчас вот прошло и все, больше ничего. Вот это вот оттягивание каких-то вопросов, которые связаны с тошнотой, рвотой, с чувством тяжести, неприятным привкусом во время приема пищи, появлением... может сделать очень злую шутку. Потому что если это не сделать, потом локти уже поздно кусать. Когда вспоминаешь и когда с пациентами начинаешь разговаривать, когда появились первые жалобы. Рак желудка это не тот процесс, который протекает молниеносно. Чаще всего от первых зарождений опухолевых клеток до даже видимых границ проходит не один год. Иногда пять-десять лет проходит от первого зарождения до развития опухоли. А от момента, когда появилась опухоль и когда ее можно диагностировать, тоже один-два-три года иногда есть зависимости. Но когда пациенты приходят с третьей-четвертой стадии, этой болезни как минимум уже лет десять. А последние пять лет мы могли уже ее диагностировать. Это распространенная стадия, четвертая стадия болезни. То есть если есть что-то, то нужно болеть. Нужно уделять времени своему здоровью, своему состоянию и находить для этого времени. Вне зависимости. Отговорки всегда можно найти. Ну и опять же, пора не обращаемся. Я всегда, Анатолий Васильевич, тоже своим врачам в поликлинике, всегда говорю, что если пациент уже пришел в поликлинику, то, как говорится, хватайте, уберите, прокручивайте от и до. Он уже пришел, он уже правильно относится к своему здоровью. То есть его уже беспокоит свое здоровье. Это надо только приветствовать. То есть если человек пришел в поликлинику, значит, это очень хорошо. И я думаю всегда, что может быть мы придем все-таки к тому, что в поликлинике будут приходить здоровые люди. А к тому, что будут приходить для профилактики, будут приходить для медосмотров, для специализации. Ну что, вот такой сегодня разговор у нас получился. Всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.